Всем привет! Как уже передал Азат, следующий спикер Алексей Еленский. Он музыкант, саунд-дизайнер, занимается художественным оформлением подкастов «Истории русского секса», «Деньги пришли», «Голос зоны», «Либо выйдет, либо нет» и других. И сейчас мы послушаем его сессию про саунд-дизайн в подкастах. Предоставляю слово ему. Добрый день! Очень приятно, что пригласили. Спасибо. Мы поговорим сегодня о том, что такое подкаст, в смысле, что это за медиа и зачем ему нужен саунд-дизайн, вернее, как, я считаю, следует думать о саунд-дизайне, о художественном оформлении в подкасте. И это будет первый какой-то такой теоретический блок. Второй – я просто покажу примеры работы и расскажу кое-что, более такие технические моменты работы со звуком, художественным звуком в подкастах. Обычно я такие разговоры, на самом деле, начинаю, если они длятся дольше, то полчаса я показываю кино, как ни странно. Потому что, на самом деле, кино… Для понимания того, как мы слышим подкасты, нужно понимать, как работает звук в кино. Я коротко сейчас опишу, что я имею в виду. В кино есть два медиа, которые мы синхронно получаем. Это видео и это звук. И когда мы видим нечто одно в видео и слышим нечто совершенно противоположное по смыслу в звуке, это называется звуковой контрапункт. Это средство, которое помогает кинематографистам расширять пространство кино, пространство фильма, которое мы смотрим. Но дело в том, что, поскольку, казалось бы, причем тут видео, когда мы говорим о подкастах, дело в том, что мы естественным образом, когда мы слышим звук, мы начинаем представлять себе, если мы слушаем говорящего, мы представляем, что это за человек. Если мы слышим некую какую-нибудь шумовую вставку, мы начинаем представлять то, что нам подсказывает, какие образы нам подсказывает эта шумовая вставка. И очень важный момент, почему вообще подкасты, мне кажется, один из самых интересных жанров сейчас вообще для работы не только со звуком, но для сценария, для работы в том числе какого-то прикладного искусства и так далее, потому что так же, как и радио, подкасты предполагают, это то, что в теории медиа называется горячая медиа. То есть телевизор, например, это холодная медиа, потому что нам все показывают, нам выдают полную информацию. У нас очень мало есть места для каких-то собственных домыслов, для собственного воображения. Напротив, радио, если мы говорим о том, что стояло до подкаста, радио – это то, что заставляет нас постоянно представлять. Поэтому мы называем, то есть в теории эта медиа называется горячая. И точно так же устроен подкаст. Катя, я вас попрошу не мешать сессии, выключите звук, пожалуйста. Спасибо. Да, так вот, подкаст в этом смысле такая же среда, в которой мы все себе должны представиться. То есть на самом деле, если даже мы говорим не о особеннохудожественных подкастах, грубо говоря, где, может быть, даже нету джингла, если там есть один говорящий человек, мы его себе представляем. Если мы видели его только фотографию в Фейсбуке, а потом смотрим, то есть а потом слушаем подкаст, все равно наше воображение начинает работать. И вот с этой точки начинается саунд-дизайн. Потому что саунд-дизайн – это всегда выбор. Что ты хочешь, чтобы твой слушатель представил? Какие дополнительные приключения ты хочешь его затянуть? Вот, поэтому, да, я предлагаю вообще любой саунд-дизайн в подкасте рассматривать с этой точки зрения. С точки зрения того, в какое пространство ты хочешь поместить человек. Но, естественно, есть разные жанры подкастов. То есть иногда у нас есть больше пространства, иногда есть меньше пространства. То есть, например, если мы говорим о, скажем, подкастах «Медузы», например, каких-то, да, где наша и их единственная задача – передать нам информацию, свежие новости, рассуждения о предмете, то саунд-дизайн – это прикладная вещь. У него то, зачем он нам нужен – это для того, чтобы создать рамку. Это создать рамку и бренд. Потому что, естественно, если мы включаем… Во-первых, ведущие могут иногда меняться, могут происходить какие-то изменения. Важно для того, чтобы чувствовать себя комфортно слушателю. Ему нужно, чтобы ему дали джингл, чтобы ему дали знакомую фоновую музыку, чтобы ему дали отбивку или несколько отбивок. Я сейчас поговорю об этом, потому что, на самом деле, это то, что я называю пунктуацией в самом дизайне. Очень важно, чтобы слушатель всегда знал, где он находится. Я немножко перепрыгнул с темы художественного звука на тему прикладного звука, но они такие, да, они начинают смешиваться. Давайте я приведу сразу, поскольку я сказал про пунктуацию, я приведу пример того, что я имею. Вот подкаст «Медуза. Текст недели». Я работал в «Медузе» какое-то время, и до того, как я пришел работать на «Медузу», уже был этот подкаст, и, если я не ошибаюсь, Леша Подомарев, который сейчас работает в «Арзамасе», он написал джингл для «Текст недели». Вот он звучит вот так. Было хорошо слышно? Да, отлично. Ага, супер. Круто. Значит, если говорить о художественном смысле этого джингла, он, естественно, сразу нас настраивает на какой-то, скажем так, на передачу информации. Это будет не эмоциональный разговор двух ведущих. Это будет не детективный жанр. Это будет не разговор о сексе, о детях. Может быть, о финансах, но, скорее всего, нет. То есть для нас вот эта печатная машинка, для нас общий тон этой музыки. Он сразу нам говорит, что нам сейчас расскажут новость, собственно, чем занимается подкаст «Текст недели». Это значит, для того, кто еще не слышал этот подкаст, это информация о том, о чем будет этот подкаст. Для того, кто слышал этот подкаст, это информация о том, что подкаст начался. И то, что ты уже в привычном для тебя. Это такой триггер. Ты в привычном для тебя пространстве. Пространстве, где тебе рассказывают интересные новости. Дальше подкасты бывают достаточно короткие, бывают довольно длинные, достаточно короткие. Это, скажем, 15 минут, это очень длинный, скажем, час. И мы не можем рассчитывать, даже если тема совершенно роскошная, если ведущая замечательная, мы не можем бросать нашего слушателя на произвол судьбы. Мы не можем просто решить, что… Сейчас я сделаю оговорку. Это просто из моей практики, поскольку я довольно давно начал заниматься подкастами. Во всяком случае, я занимался подкастами уже в тот момент, когда они, скажем, подкасты «Медузы» еще не были очень популярны. То есть это было уже заря. Потому что «Медуза», конечно, стала сразу самым большим игроком. И я пришел из музыкального и кинематографического бэкграунда. И, соответственно, я столкнулся с журналистами. То есть я сталкивался с ними раньше, потому что я до этого работал два года на «Дожде». Но тут совершенно другая история. Потому что к себе приходит журналист, и он воспринимает весь свой подкаст как написанный сценарий. Но даже не сценарий, это просто фактически расшифровка разговора. И он привык к тому, что есть некое количество знаков, которые он может себе позволить опубликовать. Или редактор, который знает, что, допустим, мы можем опубликовать в этой статье 20 тысяч знаков. И это будет уместно. Это для этой темы. И ни много, ни мало как раз то, что прочитаем. Совершенно иная история с подкастами, потому что в подкастах даже, в общем, две минуты скучного звука могут заставить слушателя выключиться. И если это очень долгий разговор, который мы ничем не перебиваем, никак не даем слушательскому уху отдохнуть, то это просто физиология. Мы теряем этого человека. Лично я точно не могу слушать очень длинные рассуждения именно в подкасте. В радио могу, но в радио я знаю, что это правила игры. В подкасте не могу, потому что подкаст я по-другому употребляю. Так вот, значит, чтобы нам подсказать, во-первых, подсказать слушателю, где заканчивается какой-то один смысловый звук, начинается другой, чтобы подсказать, просто дать слушателю на секунду услышать другой звук. Это очень важно, потому что нам очень важно, как слушателям, чтобы все время немножечко что-то менялось. вот каждые 7-10 минут, чтобы что-нибудь произошло. Иначе речь становится фоном. Вот чтобы этого не происходило, мы используем отбивки. Может быть, это странно, что я так много времени этому посвящаю, но просто мой опыт таков, что это не базовый уровень информации. Это дается с некоторым опытом. Так вот, значит, мы послушали джингл текста недели, и у него не было толком отбивок, и отбивки я сделал вот таким образом. Значит, две отбивки. Одна такая. И вторая. Вот первая отбивка – это точка запятой. Тема еще не закончена, тема еще не до конца раскрыта, но мы хотим поговорить, мы хотим, например, ту же самую тему раскрыть с другого ракурса. И нам нужна точка запятой. И это работает на то, что слушатель понимает, ага, сейчас небольшая перезагрузка, шаг назад, нажат, шаг в сторону, продолжаем разбирать тему. А если слушать и слышать отбивку такую... Это все. Как бы страница закончена. Это, ну, может быть, это абзац, может быть, это конец разговора, но смысл в том, что какой-то очень большой блок закончен, мы к нему уже не возвращаемся, уже можно как бы ретроспективно делать все свои выводы об услышанном или просто идти дальше и понять, что дальше будет новая информация или дальше будет конец, какой-то итог, итог подкаста. Значит, да, и я очень советую в практическом смысле, в прикладном, о саунд-дизайне думать именно с точки зрения того, как он будет помогать в монтаже, чтобы мысль все время шла вперед, чтобы она нигде не тормозила, чтобы слушатель нигде не утомлялся, чтобы речь не становилась каким-то таким автоматом фоновым, который идет, идет, идет. Так, значит, это пунктуация в журналистском подкасте, скажем, где саунд-дизайн это реально какая-то прикладная вещь, такая, как на телевидении заставка, как на телевидении отбивка, как на телевидении финальные титры. Есть совершенно другая история, когда у нас, например, подкаст нарративный, то есть подкаст, который берется рассказать какую-то, во-первых, не сиюминутную, скорее всего, историю, какую-то подготовленную. Вероятно, это может все быть рассказано одним человеком, но, скорее всего, там будут появляться какие-то сторонние материалы. И тогда звук принимает на себя роль дополнительного ведущего. Происходит это так, что... Вот я сказал бы так, что в этом случае саунд-дизайн становится абсолютно всем. То есть в том смысле, что все, что попадает к тебе на монтажный стол, становится тем самым, саунд-дизайном. Все, что попадает... Простите, сейчас. Все, что... Любая запись ведущего, любая запись телефонного разговора, любая запись любого интервью, все это становится саунд-дизайном. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что если, скажем, мы вообще исключаем пространство дополнительного художественного звука, то есть мы исключаем музыку, мы исключаем отбивки, мы исключаем все, что угодно, что звукорежиссер может добавить потом на монтажном столе, у нас остается то, как и что у нас записано, какие у нас есть материалы. Вот, ну, например, последний год, это был такой год, в который произошла, мне кажется, абсолютная революция качества в тех медиа, которые мы с вами слушаем, смотрим и так далее, и эта революция качества не в сторону повышения его, а в сторону резкого понижения, поскольку абсолютное большинство людей было вынуждено сидеть, запершись, обложившись одеялами в шкафу под или под одеялом на кровати, это реальная история, но еще много, много всяких, наверняка есть истории у каждого подкастера, как он пытался добиться приличного звука, сидя дома в коронавирусном локдауне. И, мне кажется, это очень круто, во-первых, это очень круто с точки зрения того, что звук записи с телефона или звук плохой записи нас всех очень сильно объединил, это первое, а второе, что разница, ну, как вот в звукорежиссоре это слово называется сигнал, разница сигнала, то есть разница того, как звучит материал записан. И это уже саунд-дизайн. Если вы сидите в студии или вы оборудовали себе достаточно такое профессиональное студийное пространство, в котором нету гулкой комнаты, скажем, и говорите к телефону, вот это два источника звука, то, как вы говорите микрофон, что немедленно воспринимается, ага, ведущий, и то, с кем вы говорите, кто прислал вам запись с телефона, ага, интервьюируемый. И уже то, что один звучит так, а другой звучит иначе, это уже саунд-дизайн, это уже может быть сознательным выбором. Если у вас, например, очень много источников, вы можете их комбинировать так, чтобы звук все время менялся. И если звук все время меняется, то мы все время привлекаем слушателей, привлекаем их внимание. Потому что идеальная студийная обстановка, на самом деле, довольно удивительным образом, она не всегда работает на жанр подкаста именно с точки зрения того, что если мы автоматически слушаем то, что если что-то изменилось, мы немедленно начинаем это слушать. Так вот, в общем, короче говоря, моя мысль такова, что думайте о саунд-дизайне и в этом ключе тоже. Без музыки, без каких-либо больших шумовых композиций и так далее, на самом простом уровне, вас есть перед вами есть материалы разные, может быть, кто-то записал гонзо, гонзо-журналистику на улице, может быть, кто-то позвонил, может быть, кому-то пришли с зумом, может быть, вы записали на микрофон, может быть, кто-то записал на микрофон. Это все ваши инструменты, то есть, когда вы смотрите на подкаст, думайте о том, что это тоже инструменты, которые вы можете использовать в вашей оркестровке. Это может быть такой дуэт инструментов. Естественно, это может быть и только ваш голос, и там могут происходить мизанцены, опять же, связанные с локдауном. Люди, у которых есть дети. Очень было много подкастов, где кричат дети сзади. И вообще очень много было всего. Интервью на телевидение, интервью на радио. Это абсолютно везде. И это на самом деле, раньше это считалось браком. Раньше до коронавируса думали, ну вот как бы сделать, чтобы он ушел от своих детей, чтобы нам не пришлось их слушать. Ну, кроме, например, подкаста, как «Сперворади». «Сперворади» нет проблем. А сейчас это, наоборот, здорово. Во-первых, это это дух времени. И мы все в одной, абсолютно в одной тут сидим упряжке, и нас этот коронавирус всех вместе несет. Немножко с разной скоростью, но ни у кого не возникнет такого вопроса. Так что, короче говоря, это все меняется. Качество становится тоже художественным инструментом. Вот, в общем, тезисно, если выразить эту мысль. Да, но значит, это первый слой нарратива. Нарратив предполагает, как правило, все-таки предполагает, что есть много источников звука, что материал, материалы по-разному звучат. Хотя есть американские и британские подкасты, в которых три часа могут рассказывать тебе об истории чего-нибудь одним голосом. И фактически, например, дать только какой-нибудь джиндл. Но тоже надо понимать, что пространство СНГ очень сильно отличается от пространства англоязычных подкастов. У нас есть требования к скорости, у нас есть требования к быстрому переключению внимания, ну, в общем, к тому, чтобы короче, если у тебя есть история, расскажи ее быстро. Вот это более-менее роднит все, что вот я знаю о подкастах, которые сделаны на территории бывшего Советского Союза. Тут особенно никто не дает слушать или не дает тебе времени растекаться. Ну и как-то самому хочется немножечко все ускорять. Да, и естественно, в нарративных подкастах у нас уже появляется свобода использовать какие-то, вот я уже сказал, шумовые композиции. Шумовые композиции это могут быть, это в первую очередь ассоциации. То есть, скажем, если подкаст о чем-нибудь криминальным, то это можно представить себе как саундтрек к фильму, который никогда не был снят. Мы можем себе представить некоторые сцены и попробовать как такой радиоспектакль собрать их в шумовые композиции и сделать их частью художественного оформления. Скажем, могут быть какие-то такие, это на самом деле тут свобода начинается уже полная, потому что зависит, действительно все зависит от авторской, от авторского воображения и от того, какой ряд ассоциаций мы хотим вызвать. Я сейчас пример приведу. Подкаст, который этот эпизод должен либо вышел уже сегодня, либо должен выйти сегодня. Последний эпизод второго сезона подкаста «Голос зоны». Значит, «Голос зоны» это совершенно удивительная журналистская удача Петра Розавина. Он для медиазоны, для ресурса медиазоны нашел историю о группе подпольной, которая в тюрьме подпольно начала записывать рэп. И администрация о них ничего не знала, никто о них ничего не знал. В общем, ты не можешь быть более true в рэпе, если ты из российской тюрьмы. Да, есть такое. обманывая администрацию, обманывая всех, это делаешь. Ну, в общем, это условия, с чего начинается эта история. И поскольку я занимался этим подкастом эти два сезона, у меня была с одной стороны это нарративный подкаст, это с одной стороны это подкаст, который полностью построен на интервью с этими четырьмя рекорами. Сначала они сидят на зоне, потом многие из них, большинство из них выходят. Но при этом это не подкаст интервью, это не жанр интервью, это именно нарративный подкаст, потому что много недель уходит на то, чтобы создать сценарий, то есть переставить эти интервью так, чтобы рассказать историю. И поскольку люди специфические объекты этого подкаста, они довольно много врут, и поэтому то, как ты преподносишь это, то есть ты не можешь просто преподносить это, как зачистую монету, ты как бы должен несколько фокусировать внимание слушателя на том, в чем ты видишь историю. В общем, собственно, в этом и есть нарративность и ты фокусируешь внимание слушателя на какой-то истории, которую ты должен красной линией провести через все материалы, которые, скажем, за 20, за 40 минут ты выдаешь. Да, и значит, кроме того, что мы с Петей, то есть там была тройная редактура, сначала Петя, потом главный редактор медиазоны, потом я, это был такой симбиоз, такой тройной заход на то, как рассказать эту историю. У меня еще была, естественно, задача сделать какой-то интересный звук художественный. У меня было много музыки, они бесконечно пишут альбомы, просто фантастические люди, они выпустили, наверное, за 2-3 года они выпустили альбомов 10, может быть, больше, можно залезть в Apple Music и посмотреть, это фантастическая трудоспособность, но, собственно, нечем было заниматься, неважно. Короче говоря, я, естественно, использовал их музыку, и это во многом определило то, как будет звучать подкаст, но, с другой стороны, это тоже не та история, которую мы рассказываем, ведь мы рассказываем историю не только о группе, которая сидит в тюрьме в России и пишет рэп. Это же сразу, во-первых, для любого россиянина это целый огромный блок «Россия, тюрьма» и сразу литературные отсылки на минимум на век назад и вообще вся эта тема и Россия как большая тюрьма вся эта эстетика и весь этот жаргон и так далее, и так далее. Короче говоря, мы, естественно, говорим не только об этой группе, мы еще говорим о многом, о чем нам важно вне контекста этой одной группы. Поэтому ты начинаешь создавать и сам дизайн позволяет тебе это сделать, ты начинаешь создавать какие-то дополнительные пространства, ну, подсказывая, что ли, слушателю, как может пойти мысль. то есть ты немножечко все время можешь смещать акцент или ракурс истории. Я сейчас приведу пример. Это вот начало последнего эпизода «Голоса зоны». Может быть, это и вообще финал всего подкаста. Мы не знаем, что будет с этими людьми, будет ли там дальше история или что там будет за истории. Ну, в общем, вот так он начинается. Всем привет! Меня зовут Петр Рузавин и это завершение второго сезона «Голоса зоны». Самое главное, что я вернулся в того человека, с которым ты встретился в «Голосу». Возвращение к вершине прямо из улиц. Не взирая на клетки, свободен. Я вернусь за мечтой сегодня. Шанс! Тут есть все, чтобы сделать. Как? Расскажут голые стены. Да, вопреки чужим ожиданиям. Я просто смогу, я знаю. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Блин, это было круто. Спасибо. Значит, есть, если те, кто слушал этот подкаст, знают, что патетика этих людей, она зашкаливает. Они чрезвычайно серьезно относятся к своим переживаниям, не к своим переживаниям, а к своему жизненному пути, к тому, что, в том смысле, что они постоянно говорят, что они попали в тюрьму, потому что они хорошие люди. Напомни, пожалуйста, как называется, я скину ребятам ссылочку. Голос зоны. Голос зоны, все. Голос зоны. Поэтому, ну, понятно, что ранний, ранний барочный орган это что-то максимально далекое от этих людей, с одной стороны. С другой стороны, они так и относятся к себе, они относятся, они абсолютно, абсолютные нарциссы, они абсолютно в центре вселенной, и да, ну, и они всегда герои. Вот. Поэтому в последних двух эпизодах, ну, это такая шутка, которая как бы разыгрывается на протяжении всего эпизода. В предпоследнем эпизоде я использую тоже ранний барочный клавесин, клавесинную пьесу. В этом эпизоде я использую орган, но, значит, все время как бы обыгрываю то, что это сэмпл, то, что это, ну, как бы хип-хоп, это вся вот эта культура. Короче говоря, вот пример того, как мы можем создавать этот контрапункт. Вот я изначально сказал про кино, что у нас может быть расходящийся, может быть сходящийся, может быть, может быть расходящийся контрапункт, как вот здесь вот непонятно. С одной стороны, он сходится для них, с другой стороны, поскольку мы слушаем их историю, мы делаем собственные выводы, для нас этот контрапункт скорее расходящийся. И вот как бы ты предлагаешь саунд-дизайном несколько решений и проблем для слушателей. Ну вот я боюсь, что все, про нарративные я уже просто не могу позволить себе говорить, у нас осталось 8 минут. у нас 8 минут и дальше было очень-очень много вопросов от слушателей. Да, давай добьем, если есть что сказать. Да-да-да, я хотел быстренько привести пример того, как может создаваться джингл для подкаста. Сейчас я проверю, не упустил ли я ничего настоящему важного. Алексей, сори, да, для людей, которые еще не создавали свою подкасту, точнее, что такое джингл? А, да, конечно. Джингл, это мы называем 15-секундную, как правило, музыкальную заставку подкаста. Это то, с чем ассоциирует, должен ассоциируется подкаст, это то, что дает представление о том, о чем будет подкаст, ну и какое-то настроение, как. Ну да, в общем настроение, что-то ты еще скажешь. В общем, это 15 секунд, это, грубо говоря, упаковка. То есть, вот, если когда в супермаркете ты смотришь на упаковки, вот джингл, это звуковая упаковка, которая тебе дает представление о том, что ты получишь, что ты, когда ты берешь банку с консервированными томатами, что там не окажется ничего другого, хлопьев. Вот. Вот примерно так. И у джингла, у него есть определенный формат, он не должен быть дольше 15 секунд, в этом нет просто смысла. Короче говоря, это такой титульный лист. Я надеюсь, что я никогда не задумывался о том, что такое джингл. поэтому простите, если я как-то сбивчиво это объясню. Но я думаю, они поняли. Обложу. В общем, я сделал довольно много художественного оформления для студии, московской студии Либо-Либо, в том числе как раз для истории русского секса. И у нас был интересный процесс сделания этого подкаста. Я, когда послушал пилотную запись, у меня выстрелило большое количество моих собственных соображений на тему не собственно секса, а собственно скорее того, о чем нельзя было говорить в Советском Союзе, того, что передалось нам как травма советская и так далее. В общем, это такая скорее гуманистическая была для меня идея. И вообще, мне кажется, что в русскоязычном пространстве это грандиозное гуманистическое дело, этот подкаст. И с этой мыслью я сел думать над джинглом. То есть мне нужно было сделать 15 секунд музыки, как бы законченная музыкальная тема за 15 секунд. И у меня появилась такая очень ностальгическая идея. Вот, значит, у меня здесь есть версии. Вот самая первая версия, которую я прислал в студию либо-либо. Ну то есть, да, это очень такая ностальгическая, она такая немножечко такая... Есть какие-то во мне лично отсылки к ранней, к 80-м годам, когда уже было много, в Советском Союзе было много иностранных пластинок, и советские композиторы их активно слушали, активно переписывали магнитные пленки, и, в общем, пытались как-то воспроизводить некий западный звук. Короче говоря, тут много пластов, но смысл в том, что что-то, значит, показалось как бы не... мне сказала Катя Крангаус, автор этого подкаста, что нет вот какого-то что ли... Ну, она не так выразилась, но смысл был такой, что тут нету контрафорса, что тут должен быть какой-то ироничный контрафорс, какое-то усиление ироничной темы, что ли. В общем, я быстренько пройду через следующие этапы работы. Да, вот теперь я вспоминаю, что она не сразу пришла к этой мысли, а сначала она сказала, что надо как-то поживее, поэнергичнее. И все было не то, неэнергично. Но уже может, мне кажется. Это какой-то был, да, сизиф с камнем собственной сексуальности. Да, а потом, значит, Катя все говорила неэнергично, неэнергично, и редактор студии либо-либо Андрюша Борзенко подключился. И, наконец-то, мы разгадали, в чем там было. Там должен был быть действительно совершенно иной пласт. И вот, что получилось в итоге. то есть на самом деле он должен был просто стать более дурацким. Но я припомнил еще поверх всяких советских травм, я просто припомнил клип середины 90-х годов FX Twin Window Licker. вспомнил и вспомнил что-то что-то очень как бы траблинг, раздражающее, не знаю, как это по-русски лучше сказать, но в общем что-то с одной стороны отсылающее к теме секса, с другой стороны глубоко отвращающее. Короче говоря, вот, все, я боюсь, что все, больше не могу. скрип советской кроватки, это гениально. Окей. Алексей, спасибо тебе большое, было дико интересно, здесь очень много слушателей пишут, что они очень много интересно узнали о саунд-дизайне и вместе с тем есть очень много вопросов. Вот, давай я их тебе озвучу, а ты как бы постараешься ответить и рассказать. Ты все-таки человек с музыкальным бэкграундом, да, поэтому интересно узнать про то, как этому можно научиться, здесь у нас Матьяр спрашивает, можно ли самому изучить азы из укового оформления и делать это самому, или нужно, или лучше, если обращаться к саунд-дизайнеру, что ты думаешь на этот счет? Это зависит, мне кажется, что в первую очередь это зависит от бэкграунда, то есть подкасты это такая это как бы free-for-all игра, на самом деле мы все приходим, никто не пришел из подкаста в подкасты, еще таких, такого поколения не было, поэтому люди, которые в принципе задумывались о том, как устроен любой художественный текст, будь это музыкальный текст, кинотекст, не знаю, спектакли, все что угодно, перформанс, это вопрос постановки задачи, то есть, если, например, я знаю, как это должно звучать, но я не знаю, как это сделать, это вопрос ютуба. Первый вопрос. Как записать звук? Тебе говорят Mac or PC? Ты говоришь, ну, окей, PC, и тебе говорят Adobe Audition. Вот, пожалуйста, видео, как работать в Adobe Audition. То есть, это как бы вопрос постановки задачи, я считаю. То есть, понятно, что именно человек, у которого нету какого-то чувства к созданию каких-то таких вот художественных мелочей, ну, очевидно, он и не будет стараться их делать. Короче говоря, если хочется, то в интернете можно в крайнем случае просто пойти и задать вопрос тому человеку. Легче, конечно, задать вопрос или пойти на какой-то быстрый курс по какой-нибудь программе и так далее. Да, как раз-таки как научиться. Здесь очень много вопросов. Вот, например, от Руслана. Он просит рекомендовать литературу YouTube-канал и любые другие способы научиться саунд-дизайну. Можешь рекомендовать? Ну, в этом смысле я не лучший советчик, потому что так уж вышло, что я, что это реально моя профессия. То есть я получил это образование в Москве. Я саунд-дизайнер кино, радио и телевидения. Это мой диплом, поэтому, но, но, я должен сказать, что я больше узнал об академической музыке в моем образовании, чем о непосредственно звукорежиссуре и саунд-дизайне. Все, чем я научился, я научился, когда пошел за месяц до начала работы телеканала «Дождь», я начал работать звукорежиссером постпродакшена, я не умел вообще ничего, и вот за следующие несколько месяцев, поскольку телевидение это вал работы, но ты как бы быстро-быстро-быстро-быстро всему учишься. Я, к сожалению, очень плохой советчик в этом смысле, ничего не могу сказать толком. Я могу сказать только одно, что любой вопрос, который у меня возникает в программе, вне моей специальности, он, как правило, разрешается YouTube или статьями на английском языке точно. Окей, вот смотри, я занималась саунд-дизайном подкастов в Украине, в журнале «Коншус» я делала на них подкасты, и мне очень понравилось, вот тогда, это сейчас будет вопрос комбинированный от меня и от слушателя, вот, и я прям всерьез задумывалась над тем, чтобы заниматься саунд-дизайном, наш редактор говорил, что подкасты это спектакль для ушей, мне так понравилось это выражение, вот, поэтому я в ближайшее время собиралась изучать диджейнг, вот, и плюс еще от девушки или парня, прошу прощения, под ником Red Dot вопрос, стоит ли взять несколько уроков с альфеджио для более грамотного понимания работы со звуком, вот, во что нужно погружаться, чтобы лучше тренировать свой слух, музыкальный какой-то вкус, да, и, естественно, технические навыки работы со звуком, с чего вообще начать, диджейнг, с альфеджио, что это должно быть? То, что интересно, это первое, тренировать, когда ты слушаешь много музыки, ты, ну, ты пассивно тренируешь свое ухо, постепенно, когда ты начинаешь заниматься тем, чем тебе интересно, например, диджейнг, не знаю, Ableton Live, все что угодно, есть какие-то вопросы, ты вот сталкиваешься на любом уровне, ты сталкиваешься с новым неизвестным, и это новое неизвестное дает тебе, во-первых, шанс задать вопрос и получить ответ, а потом с этим этот ответ, на самом деле, ты так или иначе начинаешь прикладывать к любому своему опыту, как слушателю и зрителю, поэтому, нет, безусловно, салфеджо, это все очень здорово, это реально, это как бы просто то, что, но, тут надо понимать, что то чувство, с которым я подхожу к саунд дизайну, не зависит от того, знаю ли я, как устроена ладовая система греческая, но это просто мне может помочь сделать за одну секунду то, что в противном случае я бы думал, как делать, ну, наверное, 10 минут, не знаю, не знаю, но смысл не в этом, смысл в том, что если ты приходишь с чувством к этому, у меня, то есть, вот как бы такая очень тоже советская установка на профессионализм, на глубокое погружение, на самом деле, то есть, да, здорово быть ренессансным человеком, который умеет многое во многих сферах, и я считаю, что к этому надо стремиться, тем более, что это сейчас очень легко, но это не должно ни в коей мере ограничивать твое стремление прямо сейчас что-то попробовать, надо пробовать, вот просто надо брать и пробовать, конечно, вообще, то есть, на самом деле, подкаст, хотя это как бы сейчас часть фестиваля подкастов, то есть, нельзя сказать, что это уже очень молодой жанр, что у него нет никаких правил, и я даже называл кое-какие правила, да, типа джингл 15 секунд, но, тем не менее, к этому не надо относиться, к этому надо относиться, действительно, как к такой площадке, где можно позволить себе все, что угодно, и будучи человеком любой профессии, ты можешь прийти и попробовать сделать подкаст, в этом и суть этого жанра, он очень, очень простой. Да, я с тобой соглашусь в том, конечно, чтобы донести не простой, не в смысле, как жанр, а в смысле, что ты можешь легко донести свой подкаст до слушателей, тебе не надо идти к программному директору твоей местной радиостанции, чтобы это сделать. Да, всему можно научиться, нужно просто начать что-то делать, как это было со мной я вообще не умела монтировать, но за год научилась и даже немножко умею в саунд-дизайне, так что все возможно, ребята. Вот, окей, озвучиваю следующий вопрос от Аннеты, она интересуется вопросом, если у меня нет денег для того, чтобы покупать музыку, звуки в платных платформах, то есть ли какие-то бесплатные способы внедрить звуки в подкаст без риска нарушить авторские права. Вот. И вообще, много ли денег уходит на саунд-дизайн, еще она спросила. У меня уходит на саунд-дизайн столько денег, сколько я решаю, потому что единственное, что я трачу на саунд-дизайн, вот в смысле именно дополнительных материалов, я постоянно перевожу деньги как благотворительность на сайт freesound.org, где люди со всего мира присылают свои записи. Это абсолютно гениальное начинание, ты там можешь искать по геотегам, то есть ты можешь найти звук московского метро или звук лондонского парка утром, и вот все, что я трачу. Скажем, мне кажется, каждый год я трачу на 10 евро больше, потому что каждый год я как-то все больше и больше их за эту цену. Вот, насчет музыки, музыка это самая-самая сложная история в подкастинге, естественно, музыку, понятное дело, с одной стороны, за нами еще никто пристально не следит, и как YouTube никто не, нет алгоритмов, которые находят, что ты использовал чью-то музыку, и в общем, таких кейсов нет пока. Насчет библиотек, все библиотеки чудовищные, платишь ты за них или не платишь, это мой опыт, я работал с британской очень дорогой библиотекой, которая связана с компанией EMI, EMI, это очень большой лейбл, это почти все было очень плохо, короче говоря, да, так что это не вариант, и самое главное, что для нас, как для рассказчиков, всегда очень важно настоящее, то есть нет смысла, скажем, если ты хочешь, если твой контрапункт это поп-музыка из твоего детства, детства твоего поколения, ты не можешь это по-настоящему сымитировать, ты должен это дать, но тут есть некоторые моменты, ты можешь это, во-первых, мы можем представить так, что мы не зарабатываем на этом деньги, иногда мы действительно не зарабатываем на подкастовые деньги, или мы можем притвориться, что эта музыка играет фоном у того человека, который говорит в микрофоне, технически убрать ее, как бы сделать ее внутрикадрами. Тем не менее, ты можешь перечислить сервисы, в которых работаешь ты, и в которых ты, откуда ты берешь для джинглов, для своего оформления, какие это сервисы, это Epidemic Sound или что? Нет, нет, у меня все очень просто, в смысле, что я пишу музыку сам, и использую, я, естественно, использую виртуальные инструменты, какие-то, хотя стараюсь использовать их в меньшей степени. Я работаю в программе Logic, Apple-овской программе, там есть большая библиотека именно этих инструментов, какие-то инструменты я покупал отдельно. Это, что касается музыки, я ее создаю, то есть, эта музыка моя, мне не нужно не перед кем отчитываться, тут перед собой. Насчет шумов, шумы я беру из YouTube, я придумываю поисковый запрос и ищу, иногда ищу очень долго, чтобы найти какой-то кусочек видео, из которого я хочу взять звук. Абсолютно легитимная практика, и главное, никто никогда тебя не поймает на этом. Невозможно, и фри саунд, конечно, да. Короче говоря, я активно пользуюсь чужими аплоудами на YouTube, потому что я вообще, я очень люблю грязный звук, я очень люблю, чтобы звук был с настоящей жизнью. Ну и, естественно, конечно, я иногда эту жизнь изображаю, симулирую. Смотри, есть, здесь очень много вопросов про авторское право саунд-дизайне, подкастов, поэтому вопрос такой, есть убеждение, что если ты взял какую-то песню или звук на 15 секунд, не больше 15 секунд, тебя не забанит. Как вообще устроено авторское право, за что могут забанить, за что не могут забанить, и где покупать, что, как это все монтировать так, чтобы никаких проблем со стороны подкаст-платформ не возникало в плане блокировки? Так, а сейчас все очень просто, никто за этим не следит. В смысле, очень просто и очень сложно, потому что, поскольку я работал на телевидении, там это было очень строго, довольно. А здесь мы даже не знаем, где эти границы. ну, я не знаю, но вот я вижу, что пришел Лева Пикалев, а хозяин по-другому может быть, Лева Пикалев знает? Привет. Лева Пикалев знает, что ничего не понятно. Второе мнение. Да. Окей. На самом деле я знаю, ну, главная вещь, что хорошо ничего не красть по возможности, вот, и, но не так сильно напрягаться, чтобы, в общем, сходить совсем с ума и ничего не делать. В общем, тут какая-то баланс важен в этом смысле. Ну да, нет, безусловно, нет смысла строить весь свой саунд-дизайн на чужой музыке. Это, ну, во-первых, это некрасиво, это неправильно, то есть, это неправильно на очень многих уровнях, и уровень закона тут мне даже кажется не самым важным. Как краску можно использовать, но, опять же, тебе как краска и не нужно больше 15 секунд, как правил. У тебя нет такого времени, и зачем тебе давать больше, чем, я бы сказал так, да, что на самом деле непонятность этого закона, приложенная к подкастам, она как-то балансируется тем, что нам не нужно так уж много брать чужого, за что на телевидении и радио мы должны были бы заплатить. Так что нет, у меня нет никаких подсказок по сервисам, я никогда стараюсь не пользоваться сервисами, и вообще очень с большим подозрением отношусь к проектам, где прямо это стоит, в художественной задаче собрать много музыки из таких сервисов. Я, как правило, за такие вещи просто не берусь. Окей. Вопрос от Наргиза, она спрашивает, какое звуковое оформление рекомендуется для аналитических подкастов? Вот. Давай по-размыслим. Аналитических, ну вот, как, я так понимаю, как текст недели, что-то такое. Давай на примере этого подкаста. Ну, оно, я считаю, что, вот как я говорил, в таких случаях надо воспринимать разницу материала, то есть разницу того, как звучит материал, это уже твой саунд-дизайн скрытый, который, может быть, слушатель не поймет, но он на слушателе будет работать. То есть, если ты даешь разные пространства, по-разному звучащие пространства, это уже работает, как в других случаях, может работать и отбивка, и там, музыка, и украденная попузака из детства твоего поколения и все такое. В принципе, да, наверное, если это какая-то новостная программа, но опять же, все связано с эстетикой, с тем, как ты себя представляешь, как ты представляешь себя в контексте этой программы, как ты представляешь своего слушателя. То есть, например, если у тебя аналитическая программа и ты хочешь, чтобы она была для человека, который выписывает журнал «Нью-Йоркер», вот у тебя уже есть идея, по большому счету. У тебя должно быть некое такое леволиберальное интеллектуальное нью-йоркское звучание. Наверное, это будет что-нибудь в стиле джаз. В общем, ну, не знаю, короче говоря, это как дыр, ты на самом деле важна в подкастах, когда ты их создаешь сам, что ты их делаешь для таких, как ты. Конечно, другой вопрос, что когда это как бы сторонний заказ, и ты просто должен обеспечить его, то есть, у тебя есть функционал, технические средства, это не твой проект, и ты только как бы технический проводник, другая история. Но все-таки я думаю, что здесь собрались в основном люди, которые хотят делать свои подкасты, поэтому ориентироваться, я думаю, надо на себя, есть аудитория собственных подкастов, не зря же вы их придумали и хотите сделать. Поэтому та эстетика, которая ближе вам и которая вам кажется подходящей, скорее всего, да, ну, всегда приятно, если вы не уверены, как-то чувствуете себя на зыбкой почве здесь, ну, проконсультируйтесь с человеком, который, как вам кажется, хорошо понимает вот в этих вот особенностях, ну, как сказать, различиях, таких тонкостях. Спасибо. Есть вопрос еще от Эли, она спрашивает, обязательно ли добавлять звуки в подкаст, особенно фоновую музыку? Она просто, как правило, она очень сильно помогает, потому что если все происходит так, что голос ведущего интервью, голос ведущего интервью, голос ведущего интервью, голос ведущего интервью, и, скажем, вдруг какое-то мнение ведущего о том, что произошло, вот это мнение ведущего, скажем, ты чувствуешь, что здесь что-то должно измениться. Ты вот когда монтируешь, ты сам же становишься автоматически слушателем, ты понимаешь, что, ну, вот как ни крути, что-то здесь должно быть. И, например, это может быть, и, как правило, самое очевидное решение – это добавить какой-то звук за ведущим. За ведущим ты не добавишь звук леса или кузнечиков. Скорее всего, ты добавишь туда звук музыки, потому что он не фоновая музыка, она специально создается таким образом, чтобы не перетягивать на себя внимание, чтобы подтверждать ритм голоса и чтобы вводить в некое такое чуть-чуть измененное состояние тоже переключение внимания. То есть ты по-другому воспринимаешь информацию, которая для тебя доносится на фоне музыки. Вот и все. Спасибо. Но я не отрицаю, что есть случаи, когда вообще это не нужно. И здесь очень много вопросов, на самом деле. Давай последний. Руслан спрашивает, по вашему мнению, мелодии, звуки в GarageBand и в Anchor могут ли они бесплатно использоваться в подкастах? Да, безусловно. Прокомментируй. Да. Я не знаю вот про Anchor, я ничего это про это не знаю. GarageBand и Logic, я специально читал лицензию. Да. Могут. Окей, все. И последний. На какой платформе ты делаешь отбивки? Вот вопрос от Даниэля. Платформе в смысле программы, наверное. Наверное, да. Я всегда все делаю в Logic. Это моя самая любимая программа. Я умею работать в Pro Tools, я умею работать в New Ender. Так, всяк. Я знаю Audition и не люблю, но Logic решает все мои задачи. Ну, потому что у меня как бы музыкально-художественная специфика, да. Ага. Все, Алексей, было очень интересно тебя послушать. Я очень много узнала, я уверена, что слушатели тоже. Все, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо, в первую очередь, тебе за такое интересное выступление. Передаю слово Калеву.